Добрый день, друзья! Сегодня я хочу показать вам гайд, как отыгрывать за диву. На самом деле, очень интересный герой. Мне она как-то сразу зашла и понравилась, но многие её не используют или используют неправильно. И не потому, что они там плохо играют или как-то. Просто вот есть герой, который заходит, а есть не заходит герой. И здесь я хочу рассказать, как правильно играть. Её, в принципе, она, да, она танк, она вроде как танкует, но почему-то за соло-танка её не считают. И как соло-танк она в мете не находит. Её используют чаще и более эффективно. Она играется как брусер, да, как борец. Итак, давайте переходить к талантам. На первом уровне мы выбираем... Секундочку, где тут они? Ага, мы выбираем нитроускорители. То есть, такой перевод. Это вот оно сверху для кьюл второе. Мы выбираем его, потому что мы хотим использовать наш ускоритель в мехе. Для того, чтобы или отталкивать соперника побыстрее, возвращаться в зону сохранности, да, к своим ребятам. Или же, наоборот, быстро облететь и подтолкнуть им к своим. Таким образом, выделить соперника, и чтобы его ваша команда быстро разобрала. Здесь вот движение проигрока, грубо говоря, ну, я перевожу как могу, да, то мы его не берём, потому что вас должны, в принципе, постоянно буцкать, то есть наносить вам урон, чтобы вы быстрее двигались. Хотя, очень хочется иной раз взять эту обилку, но она почему-то, ну, неэффективна. Лучше, чтобы вас не буцкали. И вы будете играть более агрессивно. То есть, на грани вот так вот ходить по лезвию, по краю лезвия на грани играть будете для брусера, чтобы хорошенько её отыгрывать. Вот этот падение, грубо говоря, падение меха, да, точка падения, она не самая лучшая. Она вроде как дамаг там добавляет, но вы не будете использовать особо как для дамажения. Скорость всё-таки намного важнее в этом плане. И вот это вот, как бы, ну, переводится как набег, что ли. Когда вы, ну, используете свои бустеры, да, то вы просто не наносите никому, ну, то есть не наносите никому удара, ну, урона. Они быстрее там восстанавливаются, что тоже, в принципе, вам не нужно, потому что вы хотите их использовать эффективно. А если вы ни по кому не попали, то это уже неэффективное использование. Переходим на четвёртый уровень. Мы выбираем, сайт перевёл это, как нужно больше АПМ. В общем, выбираем для самоуничтожения талант. Так как мы хотим, чтобы быстрее набиралась ваша энергия для самоуничтожения. Это будет одна из вашей такой фишки. Самоуничтожение вы будете использовать очень так подло, скажем так. Или на объекте, чтобы никто не это, ну, его не забрал. Или же, допустим, в разгаре игры, в разгаре битвы, вы видите, что уже команда соперника переполовинина, и они будут отступать к своей базе, да. Вы запускаете нитро, делаете самоуничтожение, ваш мех приземляется прямо у ворот ихней базы. А они только начинают думать о том, чтобы отступать в свою сторону, да. И они уже не могут. И тут два варианта. Или они отступают и ваш мех их убивают, или же ваша команда их добивает уже так, в бою. Но это нужно чувствовать, как говорится. Да, пройдёмся по остальному. В принципе, все три остальные, они вам не нужны, потому что... Ну, как потому, что вот этот вот защитный матрикс, он, матрица, она, ну, не самая интересная такая, не самая крутая обилка. И её строить, в принципе, не нужно. То есть, я не знаю, как её там применить правильно. Может, кто-то там из супер игроков её использует, но, по-моему, нет. Лучше её, как брусера, качать, как борца. И не зацикливаться с вот этими вот, с матриксами. Сама по себе она домах, как бы, уменьшает, которые будут наноситься из матрицы. То есть, с соперниками, которые находятся среди вашей матрицы. И этого будет, в принципе, достаточно. Переходим на седьмой талант. Здесь, опять же, матрицу мы пропускаем, я даже не хочу её покрывать. Мы выбираем дальше. Для самоуничтожения. Крайнее средство. Это перевёл сайт, опять же. Тоже мы хотим просто, чтобы ваше самоуничтожение наносило максимальное количество урона. И таким образом было более устаршающе. Бустеры делают сильнее толчок. В принципе, можно было бы использовать. Но вам надо играть как-то более, ну, с командой получше. Как бы, знаете, если вы уже на скайпе там с ребятами и знаете, что там, как там будете говорить им, когда вы будете подталкивать, тогда это, возможно, стоит использовать. И тогда её надо будет строить несколько иначе. И я сейчас не могу понять, как бы, ну, я не знаю даже, как её подстроить несколько иначе, так как я её пробовал. И работает она только в виде брусера, борца, отлично. А как соло-танк и с вот этими кнопбэками она, ну, как-то она не отыгрывает как соло-танк совсем. Нету смысла её брать. Здесь два ульта, они, в принципе, неплохие. Но я выбираю большой выстрел. Большой выстрел выбираю по той самой причине, что вы будете достаточно часто находиться вне меха. То есть мех у вас будет, скорее, не как танк, а как орудие. И вы будете находиться часто вне меха, и вы должны будете выстреливать по соперникам, таким образом нанося хороший урон. А наносит он хороший урон, этот большой выстрел. И также возвращать вам энергию для снова вызова, для вызова меха. Игорать надо будет очень осторожно. Как я говорил, вы постоянно будете находиться в состоянии, хожу по лезвию, по краю лезвия. Далее, на тринадцатом уровне. Мы выбираем экстремальный щит. Выбираем экстремальный щит таким образом, когда ваш мех будет уже, в принципе, то есть удар, который его должен будет убить, вашего меха, уничтожить. Вместо этого вы получаете щит, и в этот самый момент вы как раз можете воспользоваться своим самоуничтожением. То есть вам легче будет просчитывать самоуничтожение. Или, ну, просто выжить. Это более эффективный талант, так как он добавляет вам больше возможности оперировать своим мехом. Вот эта вот бронька, да, не знаю, как первое слово перевести, извиняйте сразу. Значит, броньку вот эту вот, которая от мелких атак дает вам, домах уменьшает, она вам не нужна, потому что он помогает только против крипов. Как мы знаем, ровно после десятого уровня большая часть игры состоит из командных битв, ну, когда вы тима на тиму качаете, да, и там помощи от нее не будет, вы просто зря потратите. То есть, если у вас есть пушер, который там с крипами работает, вы специально берете для этого пушера, вы не берете танка или борца там, для того, чтобы он делал эту роль. Тем более у Дивы эта роль, ну, она может ее исполнить, но это не лучшее ее качество. Здесь же есть дорогая броня, грубо говоря, да, переводится. То есть, она добавляет вам жизни и увеличивает время, которое, ну, из-за которого вы можете восстанавливаться ваше самоуничтожение, ну, кал, вызов вашего меха, когда вы в этом, когда вы в человеческой форме, вызов вашего меха на 15 секунд. На самом деле, мех нам нужен как можно быстрее, и в зависимости, и именно поэтому мы этот талант не берем. А те 20%, они ровно тем же счетом просто перекрываются щитком. Поэтому вы с щитком только в выигрыше. На 16 уровне. Здесь полно, действительно, прикольных талантов, но самый лучший вот это GG Wellplayed. На самом деле, сайт точно так же перевел только русскими буквами. Что это говорит? GG это хорошая игра, ну, типа, хорошо отыграли. Wellplayed это, ну, хорошо сыграно, да. То есть, это такой сленг игровой, что ли. Мы выбираем вот этот вот талант, потому что у вас будет на 50% больше дамага от ваших стандартных выстрелов. И если вы правильно стреляете просто автоатакой, она делает очень много дамага. Реально очень много. Вы можете порешать всех там того же Килтаса и так далее, и так далее. Вы можете очень легко этим решать. И я вот сколько пробовал, лучше всего, конечно, с этим играть. Да, вы можете взять прыжок торпеды там, да, и просто отскакивать там от соперника быстрее. Но если вы правильно отыгрываете, правильно рассчитываете своего меха, когда его надо вызвать, когда его надо взорвать, то у вас, в принципе, не будет проблем с выживанием. Тут же нано-костюм. Он вам, в принципе, не нужен. Он дает вам тоже броньку. И быстрее, более быстрый вызов меха. Это было бы, наверное, интересно, если бы вы вызывали, ну, то есть работали как на соло-танка, и вам нужно было постоянно находиться в мехе. Только потому, что только так вы можете, ну, танковать. А так как вы будете брусером-борцом, то есть вы будете работать на домах и на такой подлый стиле игры немножко, то нано-костюм вам не нужен. Вот это была бы еще хорошая штука. Как это правильно перевести? Значит, приглушающий огонь, да, то есть очень хорошая штука в плане, когда вы играете с командой, и вы в виде человека, естественно, без меха, пытаетесь замедлить убегающих там героев. В принципе, тоже достаточно неплохо, и вот если вы играете действительно в командной лиге, то, возможно, это был бы лучше талант, чем GG Well Play, да, но если вы играете просто в хиро-лиге, да, в соло, то GG Well Play будет лучше немного. То есть здесь такой как бы выбор. Далее, переходим на на последний, на 20 уровень. И здесь здесь, в общем, мы выбираем падение меха. То есть вы наносите домах и выбираете там, где мех приземляется, и выбираете место, куда вы хотите, чтобы он приземлился. Это достаточно хорошо, если вы, то есть, а, и плюс вы вызываете меха инстантово, то есть не будет вот этих 0,5 секунд между вызовом меха, то есть вам не придется это делать заранее. А до этого таланта вам придется как бы просчитывать вот это время, чтобы вам, ну, не раздамажили, вас по-быстрому. То есть я выбираю это, он спасает вас, он делает дамаг, вы сразу в мехе, то есть, и можно более хитро использовать там, где будет падать мех, и в этом он мне больше нравится. То есть прыжок мы не берем, собственно, потому что мы не берем для этой, для этой прыжок зайца, да, мы не берем этот ульт, поэтому мы не берем его улучшение. А вот это пиу-пиу-пиу, да, то есть, собственно, тут и переводить нечего, то есть выстрелы пиу-пиу-пиу. Да, как в детстве. Тут мы не берем по той самой причине, потому что на самом деле стрелять он будет ровно так же, то есть, все, что вы получаете, точнее, это за тот же выстрел, вы получаете 50% дамага сверху. То есть, то же самое, что здесь большой выстрел, да, то есть, только на 50% больше. Это вам не нужно. То есть, вы делаете три выстрела, соперник еще может отбежать, оно выглядит прикольно, и вы делаете, ну, 50 лишних дамага, или 50 лишних дамага. Поэтому оно вам не нужно. Ну, в целом, за все три шата у вас два будут отстреливаться так же, как большой выстрел, да, и потом лишние 50% сверху получаете. Вам не нужно. Вот этот пульс, как бы, тоже я не сильно вижу его особого выполнения, то есть, вы будете отталкивать от себя соперника, делая ему какой-то дамаг, когда, в принципе, ваша автоатака будет делать эту роль очень крепко, у вас будет большой выстрел, и потом вы сможете резко прыгнуть в меха в любой момент, мех здесь выигрывает. Ну, а теперь давайте отыграем за нее, как за брусера. То есть, вне зависимости, аж что там будет за команда, я постараюсь отыграть как можно лучше. За брусера, то есть за борца, вы будете, как бы, и принимать дамаг, и делать дамаг. Будет такой хитрый. Единственное, кому против него тяжело, это ей тяжело, это против героев, у которых есть яды, или, ну, то есть, какие-то дамаг за время. ну, урона типа Малтаэля, типа Лунары, вот этим с ней будет тяжело. Во всех остальных вариантах, в принципе, должно быть нормально. Опять же, играю в быстром матче, чтобы видно было, что мы играем с настоящими людьми, а не с ботами. там они уже как попадут хорошие, плохие игроки. Это уже как будет. Итак. В целом, мне не нравится здесь только трейсер, потому что он может быть как бы достаточно такой противный. Придется вызывать меха достаточно часто и быстро, если он будет вас фокусить. Во всем остальном, в принципе, все с остальными можно отыграть как-то. Хотя уровень их игроков чуть выше, чем мой. Ну, моей команде в смысле. Это сервера немного подтормаживает. Хотя у меня там видео было с Леминг, там они вообще что-то совсем засели. Ну, итак, начнем, как всегда, с середины. Так, выбираем Nitro Booster. В принципе, хорошая карта. Как бы, будет объект, на котором вы можете самоуничтожение использовать эффективно. Три, два, один. Поехали. Начинаем. Нет проблем. Так, теперь полечиться. У нас лечилки на нету, надо играть осторожно. Ай-яй-яй, ну шо ж такое, шо ж такое. А, сбежал. Ну ладно. Итак, Малтейль вверх занял. Мне, наверное, надо отличиться по-быстрому. Хотя печально, я на Мехе буду долго возвращаться, но, шо поделать, нельзя рисковать смертью. А, Жанг Ред у нас свалил уже, а не, вот он вернулся, видимо, плохая связь. пока я не вижу смысла идти куда-то помогать кому-то. Ну, пока шо в этом нет нужды. Малтейля правда гоняет. спасаем нашего Джан Крэта. Ай-яй-яй-яй. Это не наша на месте. Так. Выбираем Солды Страквайт. А, блин, Дубина столкнул вот этого. Надо будет подлечиться сейчас по-быстрому. Да, я должен стартовать туда сразу, потому что пока я дойду, пока суть додела, блин, у меня взрыва еще нет, это плохо. Может, сейчас где-нибудь его откачаю по-быстрому. Контроль. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Вроде шо-то мы тут делаем. Ай-яй-яй. Убили. Убили меха моего. Ладно. Но мы отвоевали, дружно отвоевали. Объект это хорошо. Сейчас бы по-быстрому восстановить меха. Пока еще рано в человеческой форме играть. выбирать талант. Видите, вот так вот достаточно поздно оно играется. Так, опять к объекту бежать надо. Так, самоуничтожение, которое у меня, еще не до конца восстановилось. Не знаю, как я буду сейчас тут оценковывать. Там лечение вроде есть. Давайте подержите чуть-чуть, четко. А нет, и смотри. Молодца. Вот так вот это делается. Спасаем объект таким образом. Видите, такой подлый стиль игры. дамага много. Да, надо поаккуратней отыгрывать. Вот так вот. решение не самое легкое. Надо Арканеса по-быстрому приговорить. Интенсивная игра. Ай-яй-яй. не хочет уходить до сих пор. Ладно. Возвращаемся, отвоевали. Отлично. Ну что, и танкуем вроде. Умер я два раза моего меха убили просто. Это смерть меха. Да, а каждая смерть меха считается за пол смерти. Ай, зачем я дубина это сделал? У меня мех восстановился. Ой-ой-ой. Ну ладно. Ну ладно. Вот, наконец-то получим то, что надо. Ай-яй-яй избил его. А вот сейчас мне лечение нужно, а его нету. Идем воевать. Сейчас они придут, будут гады сделать. Вон оно, я вижу. в кусты туда бегут. Да, в кусты. Окей. Удалось что-то изобразить. прекрасно. мне надо телепортануться подключиться по-быстрому. Я думаю, они и без меня прокушивают по-быстрому. Я еще убил дважды. Неплохо, неплохо. достойно. Да, иду на помощь, ребята. Я даже торпеду свою спаливаю. ладно друг а переходим в середину артанец молодец правильно взял ну что это за трейсер щиточек щиточек это отличная тема ай-яй-яй дубина я дубина сейчас убьют да но ничего я поспособствовал убийству блин неправильно не не там меха своего скинул но ничего одна смерть простительно тем более мы двух из них завернули рано рано на босса пошли у вас танка нету ребята джанк потанкуй мальца чё ты окей отлично так а там пушить там уже нету форта там понта я там надо идти готовиться к объекту и на не всех крипов по зачищали хотя вероятно а и босса зачистили вот блин жуки ну ладно понимаю наверное что они сейчас будут делать они будут или защищать или забирать давай помогу тут жанку и по-быстрому попробую сойти за защиту я давай защитим вот это вот по-быстрому так они убили окей джейл плейд отлично убили нашего ладно лечиться можно можно я босса убили вроде как расплевали джейл плейд отлично хорошо что теперь на он щит вместо этого был прекрасно блин это нехорошо они его забрали 11 блин потому что мы пришли неправильно ну ладно и все пришли это раз не надо меха терять что они начинают нас догонять меха терять сейчас не ходится молтейли внизу зачистит да они команда уже ходят нам надо тоже командой быть молтейли еще шли лапти хотят скрутить да в этот раз мы должны хороший бой дать припугнем его мальца ай-яй-яй не там где надо был отлично это все давайте все вот все 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 вот все Да. Осторожнее надо быть, давай джанк. А, вон она. Жанка молодец, держит тут напряжение мальца. Да, напряженная битва, что тут можно сказать? Полечиться надо. Порт потеряли, но ничего. Мы на командном бою немного их потерпали хорошенечко. Потрепали, точнее. Они сейчас будут своего босса рулить, я уверен. Походу они его зарулят. Или нет, зарулим его мы. Очень вовремя и очень прекрасно. Очень вовремя. Хорошо Килтузад прикрыл этой штукой своим ультом. Тут лучше постоять, подождать. Да не, он крипами пытается давить на нас. Но ничего, мы тоже будем забрать. О, да, траль тут тоже. Нет. Мекафол. Я должен тут караулить. Туда хотите, но давайте туда. Тут дело такое. А, я думал, у меня Салдастрах уже есть. Я, блин, запустить его хотел. Ну ладно. Это полбеды. Лечение. Лечение по-быстрому. И по порту, главное, устранение устроить. Мда. Как-то так. Да, Килтузад у нас молодца. Вот так вот это работает. Так. Надо быть поосторожнее мальца. Да всё, только что тут сказать. А, на базе где-то в домах не делается. Ну что, отыграна неплохо. Я бы сказал. Ну, естественно, вы как бы танк, вы не совсем так бы супер брусер. По дамагу можно больше сделать, естественно. Да, Килтузад наш был отличный. В целом, хорошо отыграл тут. Бесспорно. В общем, отыграли. По составу очень неплохо. Надеюсь, вам понравилось. Прощайте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.